Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по специализации регионов республики на производстве сельскохозяйственной продукции, в соответствии с которым определена специализация более 116 тысяч гектаров дополнительных земельных площадей Джитсакской области для развития нескольких направлений агросферы. Также документом предусмотрен комплекс мер, направленных на предоставление льготы и преференции сфере, а также удовлетворение потребностей населения в качественной сельхозпродукции и увеличение объемов экспорта. О детали документа раскроют комментарии программы. Мы часто говорим о том, что у каждого региона Узбекистана в наличии свой неповторимый колорит, уникальные традиции, обычаи, устои и даже кухни имеют свои отличительные особенности. Складывались они на протяжении веков и причина тому, как климат, так и, конечно, рельеф. Где-то природа позволяет получать сразу по несколько урожаев в сезон. И как этим не воспользоваться? В республике в последние годы существенно расширены посевные площади с целью более полного насыщения сельхозпродукции внутреннего рынка и увеличения экспортных поставок. Принимаются практические меры по специализации районов на плодооощеводстве, объединению производителей, кластеры и кооперативы. На первом этапе задействовано 55 районов страны. Чтобы повысить эффективность за счет внедрения научных разработок и инноваций, а также материальную заинтересованность, постановлением президента о дополнительных мерах по специализации регионов республики на производстве сельскохозяйственной продукции одобрена специализация 116 300 гектаров дополнительных земельных площадей Джизакской области до 2022 года. 30 500 гектаров отводятся под виноградарство, 29 000 гектаров под садоводство, 10 300 гектаров под овощеводство, 6 500 гектаров под бахчеводство, 1300 гектаров под картофелеводство, 1000 гектаров под теплицей и 23 600 гектаров под бобовые культуры. 8 500 гектаров отводятся под лекарственные растения. Для развития каждого из вышеназванных направлений агросферы утверждена соответствующая дорожная карта. Для ученых поставлена задача, чтобы подготовить научные рекомендации для специализированных территорий по выращиванию сельскохозяйственных культур. И на основе этой рекомендации в течение двух месяцев мы проводим по утвержденному графике Министерства сельскохозяйства тренинги и семинары. Таким образом мы можем повышать квалификации на местах фермеров и хозяев интимных садов по научным основам выращивания сельскохозяйственных культур. Масштаб предпринимаемых мер впечатляет. Так, в осенние месяцы этого года, а также в 2021-2022 годах в Узбеки Сане планируется разбить интенсивные сады на 60 000 гектаров. На 8 000 гектаров возвести теплицы. Общая сумма данных проектов составляет 16 триллионов 600 миллиардов сумм. Постановлением с 1 января 2021 года по 1 января 2023 устанавливаются преференции, связанные с освобождением от уплаты таможенных пошлин, навоз семян, саженцев, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, современных энергосберегающих теплиц и их сборных частей, а также технологического оборудования для дождевого и капельного орошения. Что, в свою очередь, позволит в сжатые сроки переквалифицировать площади в Джизакской области под производство сельхозпродукции. Во всем мире все саженцы готовятся именно с таким методом, то есть с методом инвитро. А у нас основном выращивают саженцы из семена. Вот с постановлением образуется лаборатор инвитро в Джизаке. Они обеспечивают полностью потребность джизакской области для саженцев интенсивных садов. Потому что с таким методом и выращиваются однородные саженцы. С корненным методом они приготовляются. Поэтому в нашем институте есть такая возможность, чтобы полностью управлять такой лабораторией. Сейчас готовятся кадры. Два кадра сейчас повышают свои квалификации в Турции. В 2019-2020 годах за счет средств фондов развития виноградарства и садоводства на площади в 3358 гектаров, где разбиты новые сады и виноградники, пробурено 79 колодцев и возведены насосные станции. Всего субсидии составили 9,5 миллиардов сумм. Сейчас в стадии рассмотрения 50 заявок на строительство 88 подобных станций. Для садоводческих хозяйств площадью не более 35 гектаров предусмотрено выделение капитала на эти цели до 120 миллионов сумм. К этому дню мы создали 2000 гектаров виноградников, на 3000 гектаров разбили интенсивные сады. Поставили перед собой цель до 2022 года увеличить площадь виноградников до 3000 гектаров, а фруктовых интенсивных садов до 6000. В районе работает 20 бурильных агрегатов, 8 из которых оказывают услуги населению. Остальные работают в фермерских и дыхканских хозяйствах. На сегодняшний день число вертикальных колодцев в районе составляет 437. Постановление президента создает правовую и финансовую основу для специализации Бахмальского района. Это то, о чем мы мечтали долгие годы. К примеру, Заминский район расположен на высоте в 1000-1500 метров над уровнем моря. В таких климатических условиях особенно качественной вырастает картошка. Потому для выведения высокоурожайных и болезни устойчивых сортов там будет создан филиал научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля. Выделяется 20 гектаров земельной площади в предгорной зорной Заминского района Джазарской области. В этой земельной площади будут проводиться научно-исследовательские работы по селекции семеноводства, по размещению овощных культур и картофеля, по внедрению энергоресурсоводосберегающей технологии, возделывания этих культур, а также будут проводиться семинары с привлечением членов фермерских, арендных и кластерных хозяйств. В третьем квартале этого года для развития виноградовства и садоводства в Бахмальском, Галла-Аральском, Заминском, Фарижском, Янгиабадском и Шараф-Рашидовском районах будут пробурены артезианские скважины. Для этого планируется приобрести шесть бурильных установок и передать их Хакемяту Джазарской области на безвозмездной основе. В результате будут освоены и восстановлены 910 гектаров в Бахмальском, 880 гектаров в Галла-Аральском, 1651 гектар в Заминском, 3768 гектаров в Фарижском, 2755 гектаров в Янгиабадском и 412 гектаров в Шараф-Рашидовском районах. Мы занимаемся выращиванием бахчевых, фруктов и овощей. В прошлом году экспортировали свою продукцию в Россию, Таджикистан, Афганистан. Дыни, к примеру, отправили в Тюменскую область. После посещения главы государства в прошлом году и поручения по организации виноградников Хакемятам Фарижского района нам было выделено 3825 гектаров. Осенью 2019-го мы высадили виноград над 545 гектаров. В этом году уже 1145 гектаров зацвели виноградной лозой. Помимо этого, бахчевые, овощи, бобовые культуры также находятся в центре нашего внимания. Колодцы пробурены и готовы к работе. Узбекскому агентству стандартизации, метрологии и сертификации совместно с Министерством сельского хозяйства поручено разработать и реализовать план внедрения систем управления безопасностью и оказания практической помощи при сертификации каждому агрокластеру, организуемому в специализированных районах в соответствии с международными стандартами. Все эти меры лягут в основу масштабной работы по обеспечению продовольственной безопасности, удовлетворению потребностей населения в качестве сельхозпродукции и увеличению объемов экспорта.